дорогие друзья всем привет уверен практически каждый из нас за свою жизнь хотя бы раз посещал такое замечательное заведение как бань сауна неважно но давайте обратим внимание на то как мы это делаем уверен многие даже не догадываются какую пользу для здоровья может нести баня но мы также не догадываемся о том какой вред себе можно нанести в ней если относиться к этому процессу бездумно баня 7 смертных грехов проверьте себя особенно обратите внимание на первый последний пункт поехали у нас в народе почему-то принято ассоциировать баню с роскошным застольем и зачастую хорошо распарившись мы садимся за стол в дружной компании и не просто едим объедаемся социальной точки зрения это может быть и хорошо но вот что происходит с точки зрения физиологии после бани наблюдается колоссальная концентрация гормона роста в крови он отвечает за рост анаболические процессы большинства тканей организма прием пищи повышает уровень инсулина который свою очередь подавляет гормон роста процессы самоочищения которые происходят с активным участием печени кишечника и желудочно-кишечного тракта в целом практически сводятся на нет они не могут идти параллельно с перевариванием пищи баня повышает чувствительность клеток к инсулину это важнейший гормон нормальная работа которого сбит у большинства из нас отсюда расстройство пищевого поведения и желание постоянно что-то жевать переедание отчасти тяга к сладкому ну и конечно же сахарный диабет лучшим вариантом будет пить обычную чистую воду также можно заваривать травяные чаи причем любые которые вам лично нравится свои варианты мы обязательно выведем на экран нам нужно менять культуру до стремиться к тому чтобы поменять положение вещей и лично я все свое время пока я посещал баню делал большинство из ошибок о которых сегодня будет сказано уж поверьте но никогда не поздно все осознать и исправить наладить но для дальнейшего объяснения нам нужно переместиться в баню ребята находясь в бане нам очень важно следить за тем чтобы наша голова не перегревалась в этом нет никакого физиологического смысла если мы говорим о здоровье именно поэтому придуманы шапочки которые обязательно нужно носить на когда мы паримся также интересным решением будет слегка смочить шапку прохладной водой это будет вообще идеально что касается ног прогрев ног имеет смысл еще какой действительно очень большой во многих культурах течениях особенно восточных есть определенные направления которые оздоравливают организм через нагрев стоп и с этим опытом солидарен я считаю что нужно держать голову чуть-чуть в холоде а ноги действительно нужно держать в тепле как мы можем реализовать это на практике просто поднять ноги чем мы их выше поднимем тема будет жарче и теплее потому что весь жар и тепло всегда поднимаются наверх и к тому же мы обращаем работу своей сердечной мышцы ведь когда мы сидим свесивши ноги вниз а наша голова и сердце находятся выше ему закономерно нужно нагнетать большее давление чтобы прокачивать эту кровь и нагрузка на сердце повышается зачем это нужно да не зачем на самом деле ему и так не просто поэтому ложимся на полок в идеале поднимаем ноги повыше можно что-то подложить можно опереть на что-то в общем исходите из условий в которых вы находитесь по итогу нас два правила шапочка на голове обязательно в идеале когда она чуть смочена прохладной водой и ноги чем выше тем лучше я посещаю баню самого детства и мне приходилось видеть очень много разных ситуаций особенно когда поход в баню коллективный вы знаете наверное вы тоже это замечали это очень часто превращается в соревнование в терпячку в какое-то поле битвы как правило между мужиками кто кого пересидит кто кого перетерпит кто сильнее поддаст и не вякнет вот это неправильно на самом деле баня должна быть с комфортом баня это мы зачем туда идем вообще мы идем туда чтобы развиваться стать здоровее максимум что вы должны испытывать после посещения бани это легкая хорошая усталость как после нормальной обычной средней тренировки знаете такой небольшой эйфории у вас должна быть определенная энергия на то чтобы делать еще что-то не должно быть того чтобы сходили в баню и слегли просто без сил это скорее вы немножко уже перебрали нужно постепенным быть до начинать с малого с нескольких заходов и постепенно их увеличивать баня это прекраснейший инструмент если им уметь пользоваться к ним нужно подходить точно так же как любой своей тренировке построение тренировочного процесса и графика там тоже должна быть определенной прогрессии нагрузки вывод основной никакое никакого терпения быть не должно только комфорт ваш личный комфорт но если вы идете в баню с кем-то то этот комфорт должен быть обоюдным договаривайтесь ищите какой-то компромисс данном случае как определить свою температуру и влажность бане вот несколько индикаторов комфортное дыхание носом допустимо легкое обжигание если дышать носом невозможно это не ваша температура и ее нужно снижать обязательно должна быть влажность воздух не должен быть сухим температура выше 80 градусов это уже не про оздоровление старайтесь держаться в диапазоне температуру от 50 до 80 градусов а влажности от 40 до 60 процентов совмещать баню и тренировку тоже не самая лучшая затея во-первых баня это серьезный стресс который мы себе создаем искусственно и смысл то весь в чем создать искусственный дозированный стресс который будет полезен не переработать не перебрать здесь понимаете это очень важно тренировка стресс нагрузка в том числе и на сердечно-сосудистую и баня точно такой же не меньший стресс поэтому очень важно быть аккуратным и я бы ориентировался на пятичасовое окно до похода в баню и после похода в баню вот в эти пятичасовые окна лучше не тренироваться как минимум серьезно и вы точно себя обезопасите особенно если есть какие-то сомнения в своем здоровье давление сосуды сердце все что угодно это отдельный звоночек совмещать тренировку и баню вам вообще не стоит даже пытаться не нужно легко зайти погреться окей хорошо но делать из этого процесс процедуру не нужно в особенности если после этого подключается холодная вода прорубь обливание ныряние риск возрастает в несколько раз будьте осторожны с этим ребята это реально серьезно ребята холодные процедуры эта вещь которая усилит эффект от бани в несколько раз очень классная вещь неважно обливание окунание в целом когда мы моемся в бане температура нашего тела особенно под поверхностью кожи достигает высоких температур до 40 градусов может доходить задача организма охладить внутренние органы потому что грозит перегрев это естественно реакция терморегуляции когда мы в данном случае я сейчас погружаемся в холодную порой даже ледяную воду делает конечно же постепенно и плавно мы создаем мы меняем правила игры да это дикий стресс для организма он не понимает что происходит ему уже не нужно охлаждать ему нужно резко согреть все внутренние органы системы что происходит вся горячая кровь которая была под поверхностью кожи устремляется вглубь и температура тела внутри поднимается до тех температур до которых организм сам естественно когда мы болеем поднимает температуру тела это борьба с вирусами грибками патогенной микрофлоры в целом с болезнями это очень классный лайфхак который просто грех не используется обливаться холодной водой нужно после того как вы хорошенько пропотели и прогрелись как говорится до костей желательно в несколько заходов резко нырять в ледяную воду не нужно сперва предупредите об этом свой организм достаточно слегка окунуть конечности и омыть голову если у вас проблемы с давлением и сосудами будьте особенно аккуратны пропускайте всю информацию через свой индивидуальный фильтр вас никто не знает лучше кроме вас самих ну вот ребята мы и дошли с вами до самого интересного я думаю ни для кого не секрет что алкоголь как и баня в общем-то повышает давление расширяет сосуды обезвоживает организм то есть мы как минимум получаем здесь двойную дозу подобных эффектов что не есть хорошо конечно же алкоголь это своего рода яд который организму нужно выводить подключить кучу обменных процессов для этого большое количество органов начинают заниматься не оздоровлением не самоощущением не улучшением себя а наоборот они латают дыры они занимаются выведением это экстренная ситуация оздоровление речи быть не может эти все процессы сразу сходят на нет и перекрываются также алкоголь приводит книг эйфории да когда посиделки в бане превращаются в соревнования в терпячку в пересидку друг друга люди идут ныряют сломя голову сугробы в ледяные проруби неправильно пропарившись абсолютно это гигантский риск во первых а во вторых абсолютно бессмысленное занятие никакого эффекта абсолютно полезного не получится из всего этого также баня это просто знаете такая вещь которая приводит крайне положительным эффектом для нашего здоровья которых мы сегодня даже с вами не говорили об этом можно говорить бесконечно как минимум это выработка белков теплового шока повышенная регенерация клеток это прогрев и ускорение работы костного красного мозга это стволовые клетки наше развитие нейротрофический фактор роста мозга нейропластичность большое количество хороших гормонов которые приводят к эйфории к желанию жить дальше к чувству красок в жизни но и по сути употребляя алкоголь мы эти процессы мало того что останавливаем так я еще и допускаю что мы сводим их на нет в принципе поэтому это очень важно над этим подумать и даже малые дозы алкоголя тоже идут в счет нам нужно нужно менять культуру думать об этом и поступательно двигаться к тому чтобы баня и алкоголь были вещами несовместивыми только тогда мы получим от этого действительно большую пользу и все будет от этого только хорошо кстати ребят тема алкоголя и его вреда для нашего здоровья очень давно зрела многие из вас просили и лично нам крайне интересно в этой теме разобраться поэтому я думаю ролику быть уже в ближайшее время хорошему фундаментальному полноценному я думаю где-то в декабре он выйдет в свет дорогие друзья информации по этой теме еще огромное множество и я стараюсь делиться и в разных форматах в том числе у себя в блоге но именно это видео я бы хотел приостановить этого будет вот так да если это взять реально и внедрить для того чтобы радикально изменить положение вещей своей жизни на мой взгляд лучше взять небольшое количество информации действительно с ней что-то сделать чем получить шквал и не сделать ничего вот именно этой концепции я и придерживался начав и рассказав сначала самым важным я бы хотел сказать большое спасибо за то что вы смотрите и питаете интерес к тому чем мы делимся ну и конечно же ходите ребята в баню до новых встреч чистый кайф в баню до новых встреч